Участники локальных войн традиционно собираются 15 февраля. Независимо, в каком городе они живут, ветераны вспоминают тех, кто погиб, выполняя свой долг. В Уссурицке эта дата также не остается незамеченной. Ежегодно возле памятника мемориала воинам-интернационалистам собираются представители администрации, депутаты, школьники и те, кто служил за пределами страны. Эта дата отзывается болью в сердцах сотен тысяч россиян. И не только тех, кто прошел трудными дорогами войны. Их родственников и друзей. 23 года назад, 15 февраля, последняя колонна военнослужащих 40-й войсковой армии покинула Афганистан. Но уже на следующий год все, кто воевал в Афгане, собрались, чтобы вспомнить погибших товарищей. Войдя в Афганистан в декабре 1979 года, наши солдаты и офицеры встретились с самым кровожадным противником, который существует в исламском мире – это движение «Талибан». А через несколько лет участники локальных войн во Вьетнаме, Сирии, Египте, Корее и Чечне тоже стали проводить митинги памяти 15 февраля. Эту дату неофициально назвали днем война-интернационалиста. И лишь в прошлом году президент России внес эту дату в список дней воинской славы. В истории нашей страны есть немало примеров высокого гуманизма и взаимопомощи в отношениях целых народов и государств, о которых потомки всегда вспоминают с высокой гордостью и благодарностью. Что мы знаем о том, как следующий день на чужбине может стать для тебя последним? Мы ничего об этом не знаем. И только благодаря тому, что есть люди, которые отдают свою жизнь, отдают свою молодость, отдают свою силу за то, чтобы мы жили. После митинга ветераны отправились на кладбище, где похоронены уссурицы, вернувшиеся домой к своим матерям, женам и детям в сынковых гробах. Виктория Титаренко, Анна Маринец, Сергей Водовиченко, Телемикс.